всем огромный привет и сегодня я хочу снять видео о том как у меня сшилась очередная обложка на вот эту тетрадь это третья по счету обложка сшитой мной и мне кажется с каждой обложкой я все усложняю и усложняю себе работу в каком смысле усложняю я пробую новые материалы но все по очереди на самом деле и я решила что это будет мой подарок одной совершенно чудесной рукодельницы я сходила в наш книжный магазин нашла тетрадь такую креативную которая сама по себе уже произведение искусства я бы сказала возможно это же понравится эта тетрадь где можно рисовать что-то где можно записывать где можно вставлять фотографии делать коллажи на некоторых страницах здесь есть какие-то высказывание высказывание содержит такую фразу как я хочу знать вот каждое высказывание содержит фразу я хочу знать например мне все равно в каком знаке зодиака находится луна в твоем гороскопе и какие планеты ее окружают я хочу знать сумел ли ты познать горе погрузился ли ты на самое дно печали но может быть не самые оптимистичные фразы и возможно я бы выбрала какие-то другие но мне понравился сам дизайн этого блокнота чудеснейший абсолютно то есть там блокнот можно рассматривать долго и нудно он называется удивляй но этой обложке не будет блокнот творческого человека кстати да но этой обложке не будет видно потому что я решила сшить рукодельную обложку для этого блокнота я взяла вышивку по этому набору купленному мной на ярмарке рукоделия котенок с подарками дарью шаковой а здесь получился такой небольшой сюжетик 61 на 37 крестиков и и я решила что в данном случае мне показалось что к этому сюжету очень подходят именно эти материалы но не сюжету а цветовое решение цветовое решение именно такое будет удачно поскольку сама канва клетчатая вот я просто покажу идентичный похожий до похожий дизайн это второй дизайн тоже а дарью шакова я покупала у нее два набора и вот в цветовом решении мне показалось что это удачно цветовое решение там побольше конечно немножко красного и других немного оттенков подходит именно этот такой помидорный цвет это кусочек хэбэ кусочки для пэтчворка и второй кусочек я взяла фланели фланель тоже для пэтчворка но с рисунком похожим на рисунок канвы тоже клетчатый в нем есть цвет красный такой же цвет цвет как у тканей есть желтый цвет он хорошо сочетается именно с вышивкой почему я взяла эту фланель но она очень приятно на тактильные ощущения она настолько мягкая ее так приятно гладить возможно если я поближе придвину камера сфокусирует то видно что она такая вся пухнастенькая ну хотя наверное вы знаете что такое фланель и как она ощущается это тоже хлопковая фланель стопроцентный хлопок и поэтому я решила что это сочетание должно сработать на обложке я не стала снимать процесс создания обложки я просто покажу уже конечный результат и покажу свои нововведения вот сюжет котенок с подарками использовался здесь я еще взяла такую ленточку репсовую похожую на репсовую ленту для того чтобы пришить мне казалось что вот это место будет очень и очень пустым если его оставить именно таким вот и мне захотелось петельку пришивать уже не в боковой швов шов не в крайне шов а сделать такие петельки для ручек для карандашей для чего угодно здесь можно наверное даже какие то я не знаю что закладки что ли что-то тоже прицепить естественно это же лента у меня пошла и на наверно придется отодвинуть камеру не входит пошла и на закладку немножечко отодвинем так наверно больше будет видно сейчас я на камере смотрю цвет красный более насыщенный вот на самом деле он более такой помидорный с оранжевым с оттенком оранжевого ну и естественно я конечно нацепила еще и брат с виде такого подарка другая сторона опять же у меня разные цветовые решения получились на отворотах один из них в клетку другой чисто красный и вот я сейчас одену блокнот и покажу в итоге как блокнот себя чувствует в этой обложке вот такой подарок у меня в итоге получился нужно сказать я очень довольна этим решением однако было очень непросто делать сочетание разных фактур поскольку фланель она более пластичная она тянется хэбэ более жесткий материал все это нужно было еще неплохо сострочить с вышитым дизайном так как клетки здесь встречаются но в общем и целом мне кажется что получилось очень и очень неплохо я надеюсь что мой подарок понравится человеку которому я приготовила этот подарок я думаю что видео вы увидите уже тогда когда он получит этот подарок спасибо большое что посмотрели это видео всем прекрасного рукодельного настроения и до новых встреч пока пока